Спасибо за прекрасное пение. Брат Аркадий уже нас погрузил в Слово Божие. Сегодня у нас в гостях брат Грант. Он до 2015 года совершал служение вместе с Билл Ливерсич. Это один из пасторов, который имел основную тематику своей проповеди – это оправдание по вере. Он написал книгу «Победа в Иисусе» и другие. В 2015 году, я бы сказал, неожиданно он умер, потому что мы как раз с Сакраменто встретились на одном из служений. Я планировал с ним поговорить, и даже поговорил, чтобы он как-то к нам приехал, в нашей церкви послужил. И после этого, через короткое время, Сашу умер. С тех пор брат Грант, он совет, совет миссии, предложил ему возглавить это служение и продолжить то служение, которое они совершали вместе. Сегодня он это совершает, это служение. Сам брат Грант, он в Советском Союзе вырос, как большинство из нас. И не знаю, как много было атеистов тогда, но он был атеистом. Один из случаев его жизни, он побудил искать Бога. И вот сегодня он с Богом нашел его и совершает служение для него. Приглашаем брата послужить сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! С днем субботним вас! С днем субботним вас! Немножко больше жизни слышу. Я был в Миннесоте, и много людей там с севера живут. И прием очень холодный. Но сегодня мы находимся в Калифорнии, и я надеюсь, что прием будет более теплый, чем в Миннесоте. О, я аж привязан к микрофону, не могу отойти теперь. Приветствую вас всех от служения Билла Ливерсиджа. Я благодарю вас за желание иметь нас как гостей сегодня. И я хочу вкратце рассказать о служении, что сегодня происходит, и затем мы перейдем к проповеди. Небольшую историю для ведения относительно книги «Победа в Иисусе». В течение пандемии очень много церквей в североамериканском дивизионе заказывали эту книгу «Победа в Иисусе», организовывали малые группы, и все эти группы испытывали возрождение. В одной из этих групп, эта группа выросла настолько, малые группы выросли, 130 человек в церкви прочли, изучили эту книгу, и вся церковь испытывала возрождение. И когда они представили эту книгу, первая группа представила в церкви, после открытия церкви, один из членов церкви имел сына, живущего в Калифорнии, и этот сын употреблял наркотики до протяжения 13 лет. И он посетил своих родителей на этой неделе, и в субботу он пришел в церковь. И будучи в церкви, услышав отчет, и что случилось с этой группой, в которой находился его отец, придя домой, он подобрал эту книгу со стола отца, начал читать эту книгу и не мог оторваться от нее. Закончив чтение этой книги, он купил 25 книг, положил в машину и отправился обратно в Калифорнию, и вручил эту книгу каждому своему другу, с которыми он употреблял наркотики. И очень многое из них было, были адвентисты седьмого дня, ушедшие из церкви. Затем, через пару месяцев, я получил звонок от этого молодого человека, и он говорит мне, Грант, я хочу пойти на служение. И я подумал про себя, как это произошло из наркомана в проповедника. Как это может произойти? Что сделало? Что послужило этому? Во-первых, конечно же, Дух Святой. Но эта книга сегодня рекомендована каждому адвентисту. И гарантия, что когда вы прочтете эту книгу, вы почувствуете возрождение, духовное возрождение. Многие из вас наверняка прочли эту книгу, знаете об этой книге, но вы можете найти эту книгу на нашем веб-сайте, если мы... Игорь, если ты спроектируешь адрес веб-сайта... Кстати, сколько из вас приносят телефоны на служение? Селфоны? Все? Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Наказания не будет сегодня. Все наказание пало на Христа. Достаньте ваши телефоны, пожалуйста. И те, кто желает иметь эту книгу, потому что этот слайд скоро уйдет с экрана. Его еще там нет. Это адрес нашего служения и веб-сайта. На нем вы можете обнаружить и найти очень много материала Билла Ливерсиджа. Видео, DVD и книги. Делитесь с друзьями, посещайте этот веб-сайт. И на этом же веб-сайде... Все взяли фотографии? Нет? Я говорил вам, доставайте телефоны. Не верили? Готово? Это в записи будет. Хорошо, мы вернемся потом к этому слайду в конце. А теперь мы перейдем на следующий сайт. Даже... Еще, пожалуйста. На веб-сайде вы можете обнаружить YouTube-канал, на котором вы обнаружите абсолютно весь архив Билла Ливерсиджа, который он записан был от 1975 года до 2015 года. Все проповеди и семинары Билла Ливерсиджа. Мы не все пока. Только 300 сегментов уже на веб-сайде, и еще около 250 в скором будущем появятся. Делитесь с друзьями, и не забывайте нажать эту красную кнопку subscribe, подписывайтесь. И я не знаю, в курсе вы или нет, каким образом работает YouTube-канал. Если у вас есть YouTube-канал, то вам необходимо подписаться на церковный канал, потому что чем больше подписчиков, больше просмотров, то если вы даете описание программы вашей, то кто-либо, когда печатает слово на YouTube, и это слово находится в вашем описании вашего сегмента, то он моментально находится на экране перед их глазами. Это еще один метод евангелизации. Мы приглашаем вас подписаться на этот канал. Теперь, чем занимается наше служение сегодня? Мы недавно только что спонсировали и отпечатали книгу, эту победу в Иисусе, для Индии. Каждый пастор в Индии получит эту книгу бесплатно. Каждый пастор и пресвитер церквей. Литва повторила второй заказ. Мы спонсировали, отпечатали эту книгу. На многие языки эта книга переведена. И в России эта книга была напечатана три раза, и сегодня она недоступна практически. Но мы сейчас подготовим также вторую книгу и третью книгу Билла Ливерсиджа «Встреча Иисуса, и Бог достоин прославления», основанного на Ветхозаветном святилище и Откровении. Для этого мы также принесли... Убегая из дома, я забыл принести конверты. Всего лишь несколько оказалось в чемодане. Если кто-то разнесет конверты сейчас, если у нас добровольцы раздать конверты, всем они могут не хватить, но вы взяли фотографии веб-сайта, можете также сделать пожертвование на веб-сайде, либо в конце служения будет добровольное пожертвование, можете это сделать без конверта также. Ну, я понимаю, там мало... Всем не хватит, но остальные могут пожертвовать без конверта также. Да, да, конечно. Чтобы не терять время и рассказывать только о служении, чем мы занимаемся, я бы перешел к проповеди, поделиться с вами Словом Божиим. На русском языке на этом тоже есть очень много проповедей Билла Ливерсиджа. Билла Ливерсиджа на веб-сайде и на YouTube-канале. Книга. Вы знаете, наверняка мы, если Бог позволит, мы отпечатаем эту книгу здесь, потому что очень много русскоговорящего населения находится в Северной Америке. Мы отпечатаем это. Будет эта книга доступна, дайте нам немного времени. Поэтому мы лимитированы средствами сегодня. И буквально, буквально 7-8 месяцев назад наше служение пришло, подошло к смерти, можно сказать. Мы готовы были закрыть служение, потому что не было средств, мы были, как говорится, под красной линией. Но Бог усмотрел, и Он имеет план для этого служения. Оно живо и действует, так как люди жертвуют. И сегодня у вас есть возможность пожертвовать этому служению так же, чтобы весь оправдание по вере прошло по всему миру. Аминь. А теперь, перед тем, как отворить Слово Божие, я приглашу вас вклонить в ваши головы в молитве. Любящий Небесный Отец, мы благодарны тебе за твое присутствие с нами, за то, что ты привел нас на это место. И мы просим, Господь, чтобы ты коснулся наших сердец сегодня особым образом. Укрепи нас духовно, чтобы, уйдя из церкви, Господь, сегодня, мы не оставались такими, какими мы вошли в церковь. Мы благодарим тебя заранее, что ты готов и желаешь это сделать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Последние 18 месяцев во всем мире произошли колоссальные изменения. Большие изменения. Согласны вы с этим? И мы, как адвентисты седьмого дня, не должны быть взяты врасплох и не должны удивляться этому. Потому что в свидетельстве церкви, 9 том, 11 страница, нам было сказано, скоро в нашем мире произойдут большие изменения, и события последних дней будут стремительными. Могу ли я вам предложить тот факт, что это скоро уже здесь, уже наступило? Что остается? События последних дней. И нам сказано, что они будут стремительными. И поэтому нам не нужно оставаться глупыми девами. Нам необходимо масло в наших сосудах. Нам необходимо масло в наших сосудах. Вы знаете, для чего существует слово «Аминь»? Чтобы согласиться со сказанным. Не для того, чтобы прославить говорящего. Не так давно молодой человек спросил меня, человек, который был одержим Духом Святым, злыми духами, бывший адвентист седьмого дня, активен в церкви, увлекся буддизмом, посетил буддийский храм, начал увлекаться этим, и получил нечистого духа. Духов нечистых. И то, что с ним произошло, было очень трагично. Он был одержим этими духами, живя в адвентистской семье, с переломанным позвоночником, с глубокими ранами, незаживающими ранами, проклинал Бога, проклинал родителей. Представляете себе состояние родителей? И один из пасторов дядя этого человека попросил меня помолиться за него телефоном. И с тех пор он задал мне вопрос. С этой молитвой и с изучением Библии я представил ему именно вкратце эту проповедь, которую будет представлена вам. «Этот парень стал как ягненок и спросил, могу ли я звонить вам время от времени?» Я сказал, конечно же, можешь. И с тех пор, с тех пор, каждую пятницу мы проводим, потому что он находится в Европе, мы проводим служение со всей семьей. И этот парень сегодня перепосвятил свою жизнь Богу. Он был помазан елеем. Была произведена молитва по телефону. Я был здесь, отец находился в комнате. Мы помазали каждую дверь елеем и каждое окно. Через два дня пришла медсестра, перевернула его, чтобы сменить его повязки, и она была просто поражена. Все глубокие раны были зажиты. И этот парень избавился, был избавлен от злых духов. Сегодня он находится на служении, будучи прикованным к больничной койке в доме у себя. И он обзванивает всех людей и служит тем, кто находится в печали. И он спросил меня однажды на одном из служений, я хочу получить крещение Духом Святым. Я пригласил его открыть Библию. И приглашаю вас открыть вашу Библию. Иоанна 15 глава 26 стих. Иоанна 15 глава 26 стих. Где Христос говорит следующее. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Исходя из этого выражения Христа, мы можем сделать заключение, что доступность Духа Святого находится в пропорциональности с нашим желанием свидетельствовать о Христе. Тогда в таком случае искать и желать Духа Святого – это искать и желать свидетельствовать об Иисусе Христе. И если Дух Святой будет свидетельствовать через меня, то мне необходимо знать Иисуса Христа. Так ведь? Вопрос встает такой. Какова же моя картина об Иисусе? Понимание Иисуса, характера Иисуса и Бога. Как я понимаю характер Бога, чтобы представлять Его? В какого Бога я верую? Взгляните на 16 главу 2 стих. Иисус продолжает. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Как вы думаете? Исходя из этого, имеют ли эти люди, которые изгоняют других из синагог и убивают их, имеют ли они правильное понимание Бога? Нет. Они имеют искаженное понимание Бога. Почему же сегодня столько много людей, стольким многим людям в мире не нравится Бог? Возможно ли, что в церквях, не только в нашей, но во всех церквях на этой земле, мы имеем людей, которые имеют искаженное понятие Бога? Возможно ли это? Сегодня я попытаюсь изобразить неискаженный портрет Бога, используя Священное Писание, чтобы, взглянув на этот портрет, вы не остались таковыми, как вы есть. И если вы будете приходить к Голговскому кресту ежедневно, взирая на этот удивительный портрет, ибо, если мы хотим видеть этот неискаженный портрет Бога, нам необходимо взглянуть на Голговский крест, потому что этот портрет был искажен в Эдемском саду, но он был восстановлен на Голговском кресте. И если мы будем приходить на Голгове ежедневно и взирать на этот неискаженный портрет Бога, мы будем изменены в тот облик, на который мы взираем. Аминь. Аминь. Евангелие, работникам Евангелия 315-я страница Дух пророческий говорит нам, что жертва Христа, как примирительная жертва за грех, является величайшей истиной, вокруг которой все остальные истины гроздятся. И чтобы быть правильно понятой и благодарной, каждая истина в Слове Божьем от бытия до откровения должна быть исследована в свете, который исходит от Голговского креста. В самом сердце Евангелия находится истина относительно распятия Иисуса Христа, креста Христова. И в нашем чтении 1 послание 1 глава 18 стих было прочитано нам, что сила Божия находится в проповеди Христа, креста Христова. Крест, проповедь креста является юродством для погибающих, но для нас, будучи спасаемых, это является силой Божьей. И сегодня, сегодня, не потому, что у вас есть гость, но потому, что крест Христов будет возвышен, сегодня мы все почувствуем силу Божию. Для этого нам необходимо понять крест Христов с точки зрения иудеев. Точно так же, как понимали новозаветные авторы. Только тогда мы можем быть полностью благодарны за распятие Христа, за крест Христов и за его бесконечную и безграничную любовь к человечеству, о которой апостол Павел писал в Римлянам 5 глава, что когда мы были безбожны, беспомощны, грешники, врагами Божьими, Бог примирил нас с собой через смерть Иисуса Христа. Задумывались ли вы когда-либо о том, каким образом, что повлияло на тот факт, что распятие Христа перевернуло весь мир и повлияло таким образом на величайшим образом на апостолов и на раннюю христианскую церковь. Задумывались ли вы об этом? Вспомните, апостолы провели три с половиной года со Христом. Они были научаемы Христом, слышали его проповеди, видели его чудеса, но по окончании трех с половиной лет они все еще оставались эгоистичными себя любивыми людьми. Затем наступило распятие, и это полностью изменило их. Теперь они были готовы пожертвовать своей жизнью ради Христа. Почему? Взгляните на раннюю церковь. Библия говорит нам, что апостолы перевернули весь мир с ног на голову. Почему? Потому, что они поняли значение Креста. Что же сделало Крест центральной темой и центральным объектом новозаветних проповедей? И почему апостол Павел говорит в послании филиппийцам, вторая глава, что он смирил себя, Христос, смирил себя до смерти и даже смерти крестной. Почему апостол Павел делает ударение даже смерти крестной? Проблема многих христиан, что все мы смотрим на распятие с римской точки зрения. Все мы согласимся с тем фактом, что римляне распяли Христа, не так ли? Но мы не должны забывать, что они выполняли желания руководителей иудеев. Слово иудеев будет произнесено несколько раз сегодня, не потому, чтобы, как говорится, принизить израильтян и иудеев, нет. только потому, чтобы показать вам значение креста и распятия с точки зрения иудеев. Распятие не было иудейским обычаем. Обычаем было побиение камнями. Почему же они кричат в один голос «Распни Христа»? Почему? Давайте взглянем на распятие с точки зрения иудеев. Распятие было внесено, вменено финикийцами более 600 лет до рождения Христа. Позднее было адаптировано римлянами как наивысшая форма наказания для беглых рабов, отъявленных преступников. Иудеи ненавидели распятие, но в этом случае они кричат в один голос «Распни его!» и Христос подчинился этому даже смерти крестной. Что имели в виду иудеи, когда они кричали «Распни его!» Что они желали? О чем они помышляли? Давайте взглянем, дадим Слову Божьему ответить на этот вопрос. Римлянам 8, глава 32, стих. Апостол Павел говорит, что Бог не пощадил своего Сына. Отчего Он не пощадил своего Сына? От смерти. Но от какой смерти? От первой или от второй? Помните, Лазарь умер? Лазарь умер. Христос говорит, Лазарь спит. Или апостол Павел говорит здесь о второй смерти. Откройте ваши Библии к Евангелию Иоанна 19, глава. Христос был допрошен Синедрионом и они нарушили закон много раз, чтобы осудить его. И когда свидетели не соглашались, Каиафа спросил, первосвященник спросил Иисуса, скажи, именем Бога я говорю, скажи, являешься ли ты Сыном Божиим? Христос отвечает им, потому что Бог не может лгать, Христос отвечает, да, я есть Сын Божий. Что сделал первосвященник? Он разодрал свои одежды, что было противозаконно. И вследствие этого закона, когда это случается, человек, независимо, кто он есть, первосвященник должен быть побит камнями до смерти. И еще одному мы должны помнить, что иудейский закон не наказывал человека, кто осуждает себя сам. Сказав, что он есть Сын Божий, он поставил себя подсуждение, необходимо было во всяком случае два свидетеля. Итак, Христос находится теперь у Пилата, они привели его в приторию Пилата, Пилат допрашивает Христа, не нашел в нем абсолютно ничего достойного смерти, он оправдывает его дважды, но в 7 главе, в 7 стихе 19 главы иудеи отвечали, мы имеем закон, и по нашему закону он должен умереть. О каком законе идет речь здесь? Этот же самый стих отвечает на вопрос, потому что он сделал себя Сыном Божиим, то есть равным Богу. Существовал ли у них закон, который осуждает человека, который приравнивает себя с Богом? Существовал ли? Конечно. Богохульство, закон богохульства, этот закон дан в Левитам 24 глава, пожалуйста, откройте ваши Библии Левитам 24 глава, 16 стих. Вы меня слушаете или? Не читайте. А, у вас есть. а, 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 24 глава, 16 стих, гласит, и хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли, станет хулить имя Господа, предан будет смерти. этот закон не только говорит, что человек должен был умереть, но также каким образом он должен был умереть, не так ли? Итак, иудеи говорят, что у нас есть закон, в соответствии с нашим законом он должен умереть. Знали ли они, каким образом человек должен умереть, или они забыли об этом? Давайте посмотрим, что говорит Библия. Иоанна, 10 глава, это не единственное место, но это самое короткое место. 10 глава, стихи 30-31, Христос говорит здесь иудеям, «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Почему они схватили камень? Потому что они знали закон и исполняли его, так ведь? 33-й стих говорит об этом ясно. Так почему же они в один голос просят Пилата распять Христа? Особенно, когда распятие не является иудейским обычаем. Почему они требуют распятия Христа? Потому что существовал еще один закон, в котором они были более заинтересованы. Знаете ли, что иудеи времен Христа они отождествляли распятие с повешением на древе для иудея? Будучи распятым означало, что человек совершил непростительный грех, и он наказуем бесповоротным проклятием Бога, равносильным второй смерти Откровение 20-й главы. И когда они кричали в один голос «распни его!» они просили Бога излить на Иисуса Христа свое проклятие и свой гнев, чтобы Он испытал вечную смерть. И мы не должны забывать о том факте, что иудеи не верили в бессмертную душу. Это было языческое учение, которое вошло в христианство позднее. И закон, в котором они были более заинтересованы, найден во Второзаконии 21-я глава. Откройте ваши Библии в Второзаконии 21-я глава 22-й 23-й стихи. Очень легко запомнить. 21-22-23. «Если в ком найдется преступление достойное смерти, и он будет умершлен, и ты повесишь его на древе, то тело его не должно ночевать на древе, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий повешенный на древе, не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог дает тебе в удел. Проклят всякий висящий на древе». Я хочу дать вам сравнение между наказанием, будучи побитым камнями, и повешенным на древе. Если человек осужден быть побитым камнями, когда он побиваем камнями и умирает, он может перед смертью обратиться к Богу в покаянии и иметь надежду на вечную жизнь. Но если же ему сказано, что будешь побешен на древе, то это означало бесповоротное проклятие. Человек забыт жизнедателем. Человек как будто никогда не существовал. Я приведу вам два примера. Один из Библии, один из истории. Помните, когда Иисус Новин ввел Израиль в обетованную землю? Пять царей объединили все свои силы и воевали против народа Божьего. Они знали, что случилось в Египте. Они прекрасно знали об этом. 430 лет до этого времени Авраам свидетельствовал им о Творце. И сейчас, когда Бог со своим народом входит в обетованную землю, вместо того, чтобы открыть свои сердца и двери своих городов, они объединили все свои силы и воевали против детей Божьих. И воюя против детей Божьих, они воевали против кого? Против самого Бог дал поведу Израилю, и Иисус Новин пленил этих пять царей, привел их перед Израилем, и Он сказал такое. Я перефразирую эту фразу. «Эти люди не являются вашими врагами, они являются врагами Бога. Убейте их и повесьте на древе». Почему? Чтобы показать, что бесповоротное проклятие Бога находилось на этих людях. И другой пример. Когда Христос был... Когда в 70-м году нашей эры храм был разрушен, римляне распинали 50 иудеев ежедневно. Те, кто восстал против Рима. Это были герои израильского народа. «Знаете ли вы, что иудейские историки не упоминают имен своих героев, которые были распяты на кресте, повешены на древе, потому что для них эти люди как будто никогда не существовали. Вернемся ко Христу. Когда Он был в храме, и Он произнес эти слова «Разрушь сей храм, и через три дня Я восставлю Его», иудеи поняли Его, что Он имел в виду Своё тело. Во времена Христа первосвященником был Каяфа. Каяфа принадлежал к секте саддукеев. Саддукеи, как вы знаете, не верили в воскрешение и смерти. Христос бросил им вызов, воскрешая мёртвых. И говоря воскрешая мёртвых и говоря, что Он воскреснет через три дня, что произошло? Саддукеи стали отъявленными врагами Христа. И вот почему они подгоняли народ, ободряли народ кричать «Распни Его! Распни Его!» И Христос подчинился этому даже смерти крестной. Итак, осуждая Христа на распятие, они хотели быть уверенными, что Он никогда больше не воскреснет и что имя Его будет забыто навсегда. И когда иудеи кричали «Распни Его!» они хотели, чтобы Бог излил на Христа своё проклятие. Сделал ли Бог это? Излил ли Бог проклятие на Иисуса Христа на Голгофском кресте? Да или нет? Я слышу голоса и да, и нет. Я приведу вам Писание. Дом разделённый не устоит. Это был очень такой как это сказать треки вопрос подставной вопрос подножка или как это? Как? Каверзный вопрос. Спасибо. Я уже теряю русский язык. Это был каверзный вопрос. Каким образом вы бы не ответили вы правы? Вот почему. Бог не излил проклятие на Иисуса Христа на Голгофе за Богохульса, потому что Иисус Христос есть Сын Божий. Аминь. Но проклятие, которое по праву принадлежит мне и каждому из вас, Бог позволил пасть на Иисуса Христа на Голгофском кресте. В одно мгновение, две тысячи лет назад, Бог снял с каждого из нас вину за грех, проклятие, вторую смерть. Возложил все это на Иисуса Христа. И вот почему сегодня мы имеем благую весть, радостную весть, что вторая смерть нас больше не ожидает. Аминь. Аллилуйя. мы, как адвентисты седьмого дня, должны быть самыми радостными людьми на этой планете. Аминь. Но каким образом мы можем быть уверены, что это так, что проклятие пало на Иисуса на Голгофе? вспомните Бытие, третья глава. После падения Адама и Евы в грех, Бог приходит в Эдемский сад и говорит Адаму и Еве, проклята земля за тебя и произрастит она тернии и волчьи. Игорь, ты можешь показать нам эту картину Христа распятого. Пожалуйста. Я задам вопрос. Что было на главе Христа на Голгофском кресте? Символ чего? Проклятие. Проклятие, которое было произнесено на нашу землю, на каждого из нас. Христос пришел взять на себя. Оно вас больше не ожидает. Я хочу подвердить это еще одним писанием из Нового Завета. Откройте ваши Библии Галатам 3 глава, пожалуйста. Галатам 3 глава стих 10. Галатам 3 глава стих 10. А все утверждающиеся на делах закона находятся под подклятвою. В моей английской Библии, которая переведена досконально с греческого говорится под проклятием. Современный перевод, по-моему, говорит то же самое. Находится под клятвою, ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Это мне говорит, что каждый человек на этой земле, каждый из нас находится под проклятием. А теперь благая весь 13 стих Христос искупил нас от клятвы закона, от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано проклят всякий висящий на древе. Христос стал проклятием за вас и за меня. Он смирил себя до смерти и даже смерти крестной. Я надеюсь, теперь вы видите значение смерти крестной, что это означало проклят всякий висящий на древе. И когда Христос был на Голгофском кресте, Он воззвал к своему отцу, Он не называл его отча, Он называл его Боже, Боже, почему ты оставил меня? Грехи наши разделили Христа от отца, и Он называет теперь отца Боже, почему ты оставил меня? Знаете, что сделал отец? В соответствии с Исаией 53 глава 59 главы, Он отвернул Своё лицо от Иисуса Христа и позволил Ему умереть. Почему? Я отвечу на этот вопрос более обширно, но чтобы вам быть более благодарными этому ответу и радоваться больше, есть ещё один вопрос, который требует ответа прежде первого. Я задам вам второй вопрос, вы дайте мне библейский ответ, и я дам вам первый. Это будет хорошая сделка, я надеюсь. Вот второй вопрос, когда Адам согрешил, где мы были? Вадами все согрешили, мы были в Адаме. Для этого я хочу пригласить вас открыть вашу Библию к евреям, послание к евреям, седьмая глава. Это концепция, принцип библейской солидарности. Этот принцип сегодня существует на Среднем Востоке. Он существовал со времён Писания, Священного Писания, и существует сегодня. но этот принцип, он является иноземным для сознания людей, которые живут на Западе. Послушайте, пожалуйста, 9-10 стихи, евреям, 7 глава. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был ещё в числах отца, когда Мелкизедек встретил его. Когда Авраам встретил Мелкизедека, его правнук Левий находился в его числах, находился в Аврааме. И Библия говорит, то, что сделал Авраам, он дал десятину Мелкизедеку, Левий, потому что он находился в Аврааме, Библия говорит, что Левий сделал это тоже. Это принцип библейской солидарности. По-простому это будет выглядеть таким образом. Бог сотворил всё человечество в одном человеке. Согласны вы с этим? Это то же самое. Дьявол разрушил всё человечество в одном человеке. Так? Бог искупил всё человечество в одном человеке. Это принцип библейской солидарности. И так, когда Адам согрешил, где мы были? В Адаме. В одном человеке дьявол разрушил все человечество. Но Бог... То, что случилось с Адамом, случилось со всеми нами, так ведь? Так. Но Бог имел план. Этот план был агнец, закланный до сотворения мира. До того, как Бог создал наш мир, до того, как грех вошел в человека, Бог имел план спасти нас. О кому Богу мы слышим? И когда наступила полнота времени, Бог посылает Своего Сына в человеческой плоти. Христос становится вторым Адамом. Библия говорит мне, послание Ефесянам, первое послание Коринфянам 1, глава 30 стих, что Бог внес нас в Адама, ибо это от Бога мы в Адаме, во Христе. Бог внес нас во Христа. Теперь тот же самый закон должен относиться к обоим Адамам в равной мере. То есть, то, что случилось с первым Адамом, потому что мы находились в нем, случилось со всеми нами, так ведь? И то, что случилось со вторым Адамом, потому что Бог внес нас во Христа, во второго Адама, теперь Он рассматривает, что случилось с кем? Со всеми нами. Но Бог не останавливается там. Затем Он берет все человечество, всю человеческую расу, воплоти Христа, и возносит ее на Голгофский крест. Все человечество было представлено воплоти Христа, которое умерло на Голгофском кресте. И когда Христос воззвал к Отцу, «Боже, Боже, почему Ты оставил меня?» И Бог отвернул свое лицо от Христа, что заставило Бога отвернуться от Христа? Кого Бог видел на Голгофе, что заставило Его отвернуться от Христа? Кого? Кто сказал меня? Каждого из нас. Вы можете вставить там свое имя. «Когда Христос воззвал к Отцу, почему Ты оставил меня?» Бог взглянул на Иисуса, увидел вас во Христе. Он отвернул свое лицо от Христа и позволил Христу вкусить нашу вторую смерть. Вот почему вторая смерть нас более не ожидает. Христос не только взял наши грехи на Голгофу, Он взошел на Голгофу, как мы, как я. Он не только умер на Голгофе вместо меня, Он умер на Голгофе, как я. И то, что случилось со Христом, теперь Господь рассматривает, что случилось со мной и с вами. Колоссальное столкновение произошло на Голгофе между Богом и человечеством, где вся боль была впитана сердцем Бога. Почему Бог пошел на такую жертву? Почему? Что Его заставило пойти на такую великую жертву? Я согласен с этим. У меня есть два ответа. Хотите вы один или два? Два или один? Третьего у меня нету, у меня только два. Два? Хорошо. Вы попросили это. Причина, по которой Бог пошел на это, потому что существует грех. Многие сегодня все еще играют со грехом. И мышление у людей такое же, как было у людей до потопа. Многие слышали весть, многие поверили весть, но они думали, что мы все еще можем поразвлекаться прелестями греха. Когда мы увидим тучи, мы можем запрыгнуть в ковчег. Сегодня люди думают таким же образом, но ковчег уплыл, и их не было в ковчеге. Сегодня, когда мы слышим глаз Божий, нам не нужно ожесточать наших сердец. Сегодня, сегодня, не завтра. Я хочу дать вам радикальное значение греха, определение греха. Грех является смелым восстанием против Бога. И либо грех, либо Бог, жизнь Бога, должны умереть в моей жизни. Если грех царствует в моей жизни, жизнь Бога во мне будет убита. Если Бог царствует в моей жизни, грех во мне будет убит. Кульминацией греха на этой планете была смерть Христа. И то, что было истиной в жизни Бога на этой земле, будет такой же истиной в вашей жизни и в моей. То есть, грех убьет жизнь Бога в нас. И вторая причина, по которой Бог пошел на эту жертву, потому что Бог настолько возлюбил род человеческий, что не пожалел своего сына, отдал своего сына в жертву, чтобы всякий, достаточно хорош, который не погиб. Чтобы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Я хочу теперь сказать вам об этой любви в заключении. Любовь Бога. 17 глава Иоанна, 23 стих. Христос молится Отцу в присутствии апостолов и говорит следующее. Отче, допознают они, что ты любишь их, как ты любишь меня. А теперь я перефразирую это высказывание Христа, чтобы вы услышали, что Христос говорит здесь. Христос здесь говорит, что Бог Отец любит вас не больше, чем Он любит, не меньше, чем Он любит Иисуса Христа. Надо повторить еще раз. Бог Отец любит вас не меньше, чем Он любит Иисуса Христа. Меня, грешника, да, вас, да. В 15 главе Иоанна, 9 стих, Он говорит, что насколько Бог любит меня, я люблю вас такой же любовью. Здесь мы видим, что мы имеем Бога Отца, кто любит нас бесконечно любовью, Бога Сына, кто любит нас бесконечно любовью. Затем Христос подписывает, в этом своей кровью на Голгофе. И будучи на Голгофе, Он искушаем три раза, если ты, Сын Божий, садись с креста и спаси себя. Мог ли Он это сделать? Конечно же мог, но мог ли Он, садя с креста и спасая себя, спасти нас в одно и то же время? Нет, Он должен был сделать выбор. Какой же выбор Он сделал? Остаться на Голгофе. О чем нам это говорит? Да. Я изучал одно время досконально распятие Христа. Что означает распятие? Я даже помню до сего момента, где я находился в это время и что я делал. В это мгновение Бог сказал нечто в моем сердце и в моем разуме. я не мог удержать своих слез. Я не мог остановить слез. И этим самым я хочу поделиться с вами сегодня. Что говорит тот факт, что Христос решил остаться на Голгофе вместо того, чтобы сойти и спасти себя? Это говорит нам следующее. Это последние слова Иисуса Христа с Голгофа, которого никогда не произнес, но Его поступок говорит нам громче, чем любые слова. И через этот поступок Он говорит нам сегодня, каждому из нас. Кто бы вы ни были, из какой страны вы бы не вышли, на каком языке вы бы не говорили, какой бы цвет кожи у вас не был, это не имеет никакого значения для меня. Что бы вы ни совершили в жизни, в прошлом, это не имеет никакого значения. Я могу сойти с Креста и спасти себя, но Я не сделаю это. Я останусь на Голгофе, потому что Я люблю тебя больше, чем Я люблю самого себя. И Он умер на Голгофе за каждого из нас. Это есть любовь Бога. И вот почему апостол Павел в нашей главе евреям 2 стих говорит «Ради радости предлежащей Ему Он претерпел крест и пренебрег посрамлением. Радость Христа была дать нам вечную жизнь. Смерть Христа была потерей Его вечности. Радость Христа дать нам вечность была настолько превыше, чем перспектива Его потери вечности. И Он претерпел крест и пренебрег посрамлением. Вот кто есть наш Бог. Бог, который любил, любит и будет любить нас до скончания. И что бы ни происходило на этой земле, через какие бы условия мы не проходили бы, нам никогда не нужно забывать этот факт, что Бог любит нас такой огромной любовью. И Он обещал, что Он пребудет с нами до скончания века. Аминь. Это наш Бог. Это неискаженная картина Бога. И именно это Евангелие, эта благая весть проповедуется служением Билла Ливерсиджа. с этой концепцией Бога, с этой картиной Бога, картиной, апостолы перевернули весь мир с ног на голову. И то же самое Бог хочет сделать сегодня через нас. грешникам, это Евангелие будет проповедовано грешникам, они перестанут бежать от Бога, они начнут бежать его распростертое объятие, и мы перестанем терять 80% молодежи в мир. Это то, что случается сегодня со всем христианством, включая нашу церковь. И когда у нас молитва? Сейчас или заключение? И после молитвы я попросил бы, если бы если Бог касается ваших сердец сегодня, вы хотите поддержать это служение, то будет добровольная пожертвование. А сейчас я попрошу вас стать для молитвы. Любящий Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эту глубокую любовь, которую Ты выразил на Голгофе, что Ты любишь нас больше, чем Ты любишь самого себя, что Ты не позволил нам пройти через вторую смерть, но Ты возложил это все на своего Сына, которого Ты любишь глубокой любовью, чтобы спасти нас, чтобы мы провели вечность с Тобой. Господь, я прошу за каждого присутствующего здесь, за каждого, кто смотрел и смотрит эту проповедь, Господь, прибудь со всеми нами. Духом Твоим Святым, Господь, продолжай очищать нас от всякого греха, чтобы пришествию Христа, Господь, не оставалось не оставалось ничего в нашей жизни, что могло бы отделить нас от Тебя. Мы благодарны Тебе, что Ты обещал работу, которую Ты начал в нас, Ты верен завершить ее. Мы вкладываем наши руки, Господь, Твои святые любящие руки, и просим Тебя вести нас по жизни. Благослови эту церковь, это собрание, Господь, чтобы всеобщими усилиями, Господь, эта церковь могла пронести Евангелие как огонь через весь этот город, и чтобы всякий, кто ищущий Евангелие, могли услышать его, Господь, и прийти к Тебе. Благослови эту церковь, благослови пастору Анатолия, и всех, кто принадлежит к этой общине. Храни нас всех, Господь. До следующей встречи. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Аминь. А сейчас...